который год, чем интереснее условие работы, тем он мне больше пригождается. Только успел доехать из Новосибирска, даже еще не припарковался, сейчас представлю основную ведущую и по-нормальному припаркуюсь, пока встал как есть. У нас такой легкий на подъем зум, вроде не планировали, оторвал важного человека, отдел сказал, что бросить. Лучиться, рассказать, показать. Ну и так, чтобы не постараюсь преамбулу покороче, чтобы оставить девушкам больше времени. Известно, что есть всегда два мнения, мое и неправильное, и мы сегодня вам дадим мнение мое, и девочки поделятся своим по поводу того, что встряхнуло нас этим вечером, потому что для Красноярска это был вечер. Считается, будто август месяц такой спокойный в Датери, надо его прожить, принять, смириться и включиться в осенний сезон. Как бы не так, у меня это не получается. Я пока съехал эти сутки из Новосибирска, во-первых, ехал двое дольше, потому что решил тысячу дел, это у меня уже третий зум за дорогу. В полях, в лесах, в то время кому-то что-то надо, все работает. Поэтому вот этот парадигм, что будто август месяц такой спокойный, мы сейчас вытираем из головы и включаемся в то, чтобы бахнуть и ухнуть объемы августа. Такими, каковыми они никогда не были. Есть в Датери специальная такая традиция среди лидеров, таких уже матерых, душевных, всегда отдать команде под конец месяца какой-то такой Архимедов рычаг, чтобы за 30-е, там 31-е число или за вечер 31-го нарастить объемы, допустим, процентов плюс 20, тому, что было вот на вечер 31-го. И тут нам Датера за неделю до окончания августа подкидывает йога-набор. В сочетании с эмоциональным набором, который я нам подкинула чуть раньше. Ну, не мог усидеть больше суток в дороге, но все равно не успел припарковаться, не успел машину разобрать. Но мы Zoom это проведем и сделаем это красиво. Я дам точку зрения бизнеса и точку зрения на набор свою. Девочки дадут свою с тем, чтобы сформировать у вас такое объемное понимание этого вопроса, а не просто, что вот йога-набор, значит, надо им пользоваться на говрике в йога-студии или дома под мобильное приложение с йога-асанами. Йога – это категория, и мы будем учиться мыслить категориями. Там сейчас Света на загрузе фотографии, и я покажу. Фотка со смыслом, с подтекстом. Это не из банка данных, которую прислала компания. Это мой кадр 2018 года. Когда мы были на чемпионате мира по футболу, это Америкинка, набережная, та самая сочинская, Мекка или Шамбала для всех йогов, город и набережная. И именно оттуда я вам сегодня, специалистов, позволю себе выразиться, приволок на этот Zoom. И вот это раннее утро, пустой пляж еще, водичка подернутая только-только мелкой рябью, только начинающая волноваться. Я тогда волонтерил на чемпионате мира по футболу и готовился к своему первому полумарафону. То есть для меня полумарафонская дистанция, 21 километр, тогда было нечто из ряда вон. И я бегал на жаре, тренировался, я еще не знал, что нужно пить, коленки там маленько подумотал. Ну и прям подходил морально к этому рубежу, что я смогу преодолеть полумарафон одним махом. Потом я ходил либо купаться, либо вот мы с пацанами ходили кривляться йогой. На камнях больновато было, но вот мы этим занимались. И вот этим набором, еще тогда привезенным, по-моему, из Лондона, с конвенцией, его и в доступе-то не было, я точно не помню, я себе вырабатывал дофаминовое вознаграждение. То есть это вот такой набор, который доставляет удовольствие. Как же я люблю эти каменные пляжи сутки, да. И вот ты его вожделеешь, и когда ты упахиваешься уже на наступившей жаре, или просто потому, что ты не выспался, или не успел позавтракать, надо на смену, и поэтому надо еще отбегать и еще маленько позаниматься йогой. То ты знаешь, что тебя потом, ты вожделеешь, тебя потом ждет вот эта вот йога-трио и аштанга, где тебе будет еще больнее и неуютнее, чем сейчас на вот этой полуармаконской тренировке. И мы потом с пацанами, я, Саша из Мурманска, там Дима из Калуги, мы вот в 8 утра занимались этой йогой, и дальше уже шли завтрак и тихли на смену. Если завтрак хоть успевали, но на смену мы тем более шли. Вот. Я вам потом поясню, к чему этот кадр, и к чему Сочи, к чему пляж, а сейчас, чтобы уже не томить вас и предоставить слово изюминке нашей или гвоздику нашей программы, я еще вернусь и буду перебивать ее. Сразу предупреждаю, это так задумано. Мы разыграем чего-нибудь интересного, она от нас никак не отвертится, но вот человек, которого я даже не думал, не гадал, не мечтал видеть в наших рядах и в рядах нашей команды с таким влиянием, с таким опытом, с таким подходом к жизни, с такой философией. Лена Макс, я почтительно умолкаю и прошу ее выйти в наш эфир. Хорошо, всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Я тоже от себя скажу, что я в свою очередь благодарна Володе за такое доверие, потому что для меня это просто не только ответственность, но и знаете, такое эго мое сразу раз и вдохновилась. Добрый вечер. Добрый вечер. И здесь есть люди, которые меня знают, есть кто меня не знает. Я буквально пару слов. В настоящий момент я инструктор йоги, я руководитель школы, у меня курс инструкторский, я готовлю инструкторов, веду разные практики. В общем, йога – это, конечно, моя жизнь. И в йоге, как в практике, как в знании, я нахожусь больше уже, наверное, 20 лет. Все это постепенно поступательно развивалось, и я становилась более, скажем так, опытным человеком в этом деле. И сегодня для меня представить этот набор, как именно профессионала, говорящего что-то о йоге, очень интересно и радостно. И я хочу провести коротенькое, просто такой вот, ну, коротенький, может быть, экскурс, потому что представляют из себя этот набор. Для меня он сейчас сложился в очень красивую, устойчивую картинку, вот как мы ставим и строим практику, когда человек приходит в зал. И, глядя на вот эту картинку, я вижу, как сейчас любой человек, который вообще ничего не знает про йогу, может получить то состояние, которое люди, может быть, в практике нарабатывают годами. И это для меня просто какой-то подарок, открытие, дар опять. Я все время про Масла Дотера в своем аспекте говорю, что это какой-то мне подарок от этой жизни. Наверное, я его заслужила. Ну, и что из себя представляет этот набор? На мой взгляд, я сама его в руках не держала, вот прям в предвкушении нахожусь. Но судя по тому, что я прочитала и что я узнала про состав, уже все, уже у меня нет вопросов, что этими наборами нужно пользоваться, что если вы не занимаетесь, не приходите в залы, вы действительно пользуясь этим набором сами, во-первых, выйдите на какое-то состояние ключевое. Вот опять-таки, что такое йога? Быстро и коротко. Многие люди здесь присутствующие уже знают и слышали это. Я хочу, чтобы у вас зафиксировалась вот в представлении о йоге одна фраза. Задача настоящей качественной практики создать определенное состояние. Какие вы используете инструменты? Неважно, да? То есть кто-то через медитацию, кто-то через последовательность асан, кто-то через жесткую йогу, кто-то идет мягким путем. Неважно. Вот если вы приходите на практику и в конце практики вы получаете измененное состояние, то есть вот все приходят, работа, дети, семьи, суета, бизнес, у кого что. И вот если в результате этой практики вы получаете изменение вашего состояния, а мы говорим, что у человека, который практикует йогу, жизнь налаживается, вот сейчас то, что представлено в этом наборе, это конкретный инструмент, чтобы жизнь наладилась. Почему? Рассказываю. Значит, когда начинается вообще настоящая полноценная практика йоги, первый этап, когда люди со всех-всех мест собираются, и вот они собираются в зале или на улице, или на набережной, или где-то в горах, первое, на что направлены наши усилия, устремления, это привести себя в некое собранное состояние. И вот смесь анкор, первая смесь в этом наборе, якорь, она и направлена на то, что ее вот первая основная цель это как бы заземлить человека. Но заземлить не в том смысле, что прижать к чему-то, придавить, а заземлить это значит собрать, собрать его внимание, тело, дух, мысли в одной какой-то точке. И вот я, когда веду практику, мы начинаем, знаете, с чего? Мы начинаем с такой настройки, чтобы почувствовать свою опорность, свою какую-то основательность. Да, мы, например, перемещаем внимание в область таза, и согласно там эзотерике йоги, молотхара чакра, или чакра, которая говорит, когда она в равновесии находится, говорит о такой устойчивости человека. Или, знаете, есть еще такая фраза, «Оставайся ногами на земле, а головой в небе», это говорит как раз-таки вот об этом балансе, об этой гармонии человека, когда он действительно чувствует основательность под ногами, чувствует опорность. Он очень, знаете, так, устойчив в жизни, он устойчив, у него есть опора. Вот это масло, в составе которого лаванда, кедр, ладан, пачили и сандал, просто, ну, уже сам по себе, люди, которые даже немножко знают про масла, этот состав, он уже сам за себя говорит. Это мощный энергопосыл на начало, на настройку. Я думаю, что это масло, самодостаточное, даже вне набора, если вы будете брать и пользоваться им как настройка на день, или вы будете в состоянии, когда немножко такая, знаете, разобранность, расконцентрированность, а вам нужно что-то делать. И очень часто люди в таком состоянии действуют, принимают решения, отсюда ошибки, опрометчивость решения и так далее. Вот поэтому йога как практика, она дает человеку опорность, устойчивость, а масло анкор как смесь в этом наборе, она дает устойчивость, опорность через использование маслом. А теперь представьте, если вы практикуете йогу и добавляете еще в практику, это я вот как человек в этой теме, я просто представляю, мне много усилий требуется, чтобы людей из разных точек, пришедших на практику, привести вот эту группу в некое состояние ровности на начало. Много усилий, понимаете? А здесь человек сел, использует масло, и все, что происходит там, много минут, происходит с вами за буквально считанные секунды. Мы знаем, что 20 секунд лимбическая система, и все пошло в кровь, да? То есть очень быстро и в то же время быстро выводится, нет накопительного такого, какого-то балластного качества у этих масел, да? Чем они хороши. Вот, поэтому если вы практикуете асаны, если вы не практикуете асаны, но будете пользоваться этим маслом, гарантированно у вас будет уже более собранное, опорное, устойчивое состояние психики. Ну, а я вам хочу сказать, что люди, которые хотят красивый бизнес свершить, люди, которые хотят красивую жизнь, красивые вещи, чтобы с ними происходили без состояния устойчивости, адекватности и собранности, ничего этого не будет. То есть вот эта вот рассеянность, расточительность наша, она, короче, в общем, не работает. В таком состоянии человек не может делать красивые вещи. Вот, если же все-таки вы практикуете йогу или медитацию, для медитации это масло, которое очень быстро будет вводить человека в состояние концентрации внимания. Мы знаем, что медитация обладает мощнейшим эффектом. На сегодня очень много исследований, и у меня есть отдельно сейчас вот проходит ретрит, погружение в медитацию. Я рассказываю людям про физиологию медитации, как воздействует медитация на мозг человека, на психику, на физическое здоровье. Ну, лучше для меня лично инструмента нет. А если я туда еще добавляю масло, которое увеличивает, ускоряет это состояние, то вот то, знаете, инсайты, просветление, познание жизни, ясность ума, которые в результате дают медитации, вот так, чтобы вы тоже понимали, что практика йоги, ее основное назначение, что практика медитации, основная их задача привести человека к такому более расширенному восприятию, и через это расширение начать видеть вообще-то реальность. А когда ты видишь реальность, это как раз то ясновидение и яснознание, за которым там кто-то куда-то гоняется, а можно его получить гораздо проще. Гораздо проще вот этот прямой путь. Медитация плюс масло 200%. Вот. И, короче, путь до этого состояния. Итак, первое масло анкор, заземляющее, собирающее, дающее опорность, устойчивость, спокойствие, ровность. С точки зрения физиологии, это смесь, которая обладает очень мощным адаптогенным свойством. То есть, что такое адаптогены? Их задача какая? Если у нас свои адаптогены активные, адекватно работают, их задача поддерживать вот этот гомеостаз. Под изменение внешней среды тело должно уметь быстро подстраиваться. Тогда вы не теряете ресурс, тогда у вас есть здоровье, тогда у вас есть психическая адекватность и у вас есть активность. Потому что ресурс – это есть активность. Это масло не используется в диффузор. То есть, когда вы его получите, не поняла, звук есть? Давайте проверим. Вижу сообщение, что нет звука. Напишите кто-нибудь, что со звуком. Все нормально. Продолжаем. Так вот. Алена, не отвлекайся, если что, дам знак. Все работает. Хорошо, хорошо. Все, идем тогда дальше. В диффузор это масло не используется, потому что в составе есть фракционное кокосовое, а это значит, что это наружное применение. Можно использовать, капать на какие-нибудь деревянные впитывающие чашечки, ложки. Можно использовать на запястье, стопы, позвоночник. Это всем известная техника. И можно капать в аромакулон. Вот. Просто сразу все пометят, что в диффузоры не идет, потому что есть базовое масло. Еще раз. Адаптогенные в составе этой смеси дают быструю подстройку организму. Это поддержка к изменениям внешней среды. Это тот же иммунитет наш. И вторая часть, ладан, пачкили и сандал, это вот как раз-таки теплые масла, которые дают плюс корица и спец, черный перец там в составе, они немножечко дают тепло такой земли. И энергия. Это вот энергия. То есть адаптивность организма, энергия, и в результате устойчивость, опорность, основательность. Все. Это первое масло. Следующее масло называется Элайн. Переводится как равновесие или выравнивание. Ну, если говорить о йоге, у нас есть прям целый комплекс асан, в которых мы как бы возвращаем, взращиваем себе вот такую некую центрированность. А если говорить о физическом аспекте этих упражнений, вы знаете, да, что наверняка вы знаете, я надеюсь, что вы знаете, что основная задача мышц вдоль позвоночника, и у нас там многослойные мышцы и межпозвоночные, основная задача этих мышц удерживать человека в вертикальном положении. То есть вот эта вертикализация или наша остистость, или вот эта вот наша ровность, на самом деле, это и очень хорошее, то есть есть такое понятие, как давление, 900 тонн на нас дают постоянно давление атмосферы, и вот когда позвоночник находится в своем естественном прямом положении, когда позвонок над позвонком, за это отвечают мышцы, держатели позвоночника. Ну, я не буду сейчас вам раскрывать всю эту тему про прямой позвоночник, отдельно, может быть, когда-нибудь или ко мне на практику. Так вот, мышцы тела нас вертикализируют, выравнивают, и, соответственно, через физическое выравнивание у нас есть шанс выйти на эмоциональное ровное состояние. И тут как раз элайн, масло, которое первое, вот первая нота основная, это бергамот. У бергамота есть одна очень ключевая вещь. Бергамот поднимает настроение. С другой стороны, через систему нейромедиаторов, через дыхание, у бергамота есть такое свойство, что он может гасить стресс, и я так понимаю, что это воздействие идет на ГАМК. Есть у нас такая очень важная, очень важный нейромедиатор, который вырабатывается в головном мозге. Здесь еще Жасмин. Он работает так, что он способствует стимтезу гамма-аминомасляной кислоты. Вы должны знать это про себя. Вообще, это такая примитивная физиология. Задача ГАМК гасить и тормозить возбуждение. И вот если у человека между процессами торможения и возбуждения в головном мозге нет баланса, то будет либо очень активное возбуждение, либо будет проявлена пассивность. Вот ГАМК контролирует, чтобы не было слишком сильного возбуждения, потому что это выход уже в шизофрении. Поэтому Жасмин в этой смеси он будет выравнивать, продуцировать, стимулировать выработку гамма-аминомасляной кислоты. Вот, то есть не будет такого выброса слишком сильное, знаете, такое неадекватное состояние возбуждения. Ну, что там еще? Кориандр – это специя счастья. В Египте называют кориандр специя счастья. Я когда это узнала, я очень-очень вдохновилась, потому что это моя любимая специя вообще. И я думаю, что же так много счастья в моей жизни. конкретно воздействие вот этой смеси очень активно идет на мозговые структуры и на наши нейромедиаторы. Для меня, как для физиолога, это очень понятные вещи. И мне нравится, что так четко выстроена здесь подобрана структура масел, подобрана именно композиция масел. Ну-ка попробуйте вы, пойдите сами из всего вот этого набора, даже если вы много чего знаете про масла, ну соберите такую смесь, которая бы вот так вот точечно воздействовала на наше психическое состояние. Да вряд ли получится, поэтому когда я вот это увидела, ну у меня прям, знаете, у меня такое сразу вдохновение бесконечное. Моя рана снижает мышечное напряжение, то есть второе масло или вторая смесь очень хорошо сочетается с блоком асан на баланс выравнивание. У нас есть много разных асан, которые мы используем. Знаете, я когда их даю в практике, я говорю, вот смотрите, мы сейчас с вами в балансах отрабатываем физическую устойчивость нашу. Человек, который может держать свое тело в балансе, это же качество и переносится на нашу обычную жизнь. И я вам гарантирую, что у нас, у меня в группе уже за столько лет такое огромное количество людей, которые проверили на себе действия этих упражнений. Но нам через физику мы прикладываем много усилий, чтобы вывести это состояние потом в обычную свою жизнь и стать вот такими же устойчивыми к разным психическим ситуациям. У нас у всех людей есть обычные вещи, конфликты, что-то нам не нравится, какие-то происходят, это всегда будет происходить. Но если у вас есть и выработана определенная реакция на эти ситуации, взращенная, это йога. А теперь я вижу, что если я беру эту смесь и привношу в свою жизнь, опять-таки мои усилия подкрепляются еще таким инструментом, а это значит, что гораздо быстрее, гораздо шире будет это состояние в моей жизни и гораздо сложнее будет меня выбить из этого состояния, если у меня есть такой инструмент поддержки. Поэтому, вы знаете, я все время говорю, что творить красивые вещи и жить красивую жизнь человек может только из состояния благополучия и удовлетворенности. Если вы не в состоянии благополучия и удовлетворенности, это будет очень много напряжения, растрата сил и такая, знаете, такая вот борьба не поймешь с чем. А здесь вот по-хорошему я говорю всегда людям о том, что вы сначала наведите порядок у себя в голове, вы сначала себя приведите в состояние такого источника вот этого удовлетворения благополучия и поверьте, при продаже масел, при продвижении этого продукта, да вам не нужно будет сильно напрягаться, потому что вы своим состоянием будете людям транслировать, что это работает, понимаете, и что это очень быстрый, действительно очень мощный, эффективный инструмент для людей, особенно в современном мире. Ну вот скажите, я могу себе позволить потратить два часа, чтобы попрактиковать асаны, потом посидеть полчаса в медитации и сделать еще 20-минутную шавасану? Два часа у меня есть. Это такая моя жизнь, я себе роскошную жизнь устроила с йогой. А скажите, пожалуйста, у кого в обычной жизни есть вот такая возможность три раза в неделю это себе позволять? Поэтому йога, конечно, роскошь, а наличие этого набора добавляет роскоши в вашу жизнь. А может быть, многие люди через этот набор захотят все-таки к йоге подобраться, может быть, это вот ваш такой вот путь. Вот. Очень, кстати, рекомендую. Здесь еще что есть? В составе роза. Ну, все знают, что роза не имеет среди масел собиранных по уровню вибрации. Это масло самой высокой частоты, да, поэтому оно и такое дорогое, роскошное, очень крутое масло. Так вот, здесь в составе смеси элайн есть как раз роза. Вместе с жасмином, который дает мышечное расслабление, то есть жасмин не будет позволять знаете, как вот когда в гипертонус люди уходят и потом с таким гипертонусом в мышцах они целый день живут, день живут, два живут, пока там где-то так не скрутит, что ты просто, ну, вырубит тебя и ты лег. И там ни массаж, ничего не помогает. Вот чтобы не доводить себя до такой степени перенапряжения, я понимаю, зачем они добавили туда же смену розу. Ну, в общем, очень круто. Роза. Роза, что дает? Состояние внутреннего комфорта и такого блаженства. Блаженства. Поэтому, пользуясь смесью элайн, что мы будем с вами получать? Раскрытие внутреннего потенциала, успокоение, потому что там будет кедр. Кедр не обладает таким сильным ароматом, но у него сто проявленное действие. И поэтому не сбивается вот эта ароматическая композиция очень красивая. Я уже почитала там отзывы, что люди просто в восторге от самого аромата этой композиции. Это же очень важно, чтобы при этом все, что собрано в композицию, не перебивало одно другое, а в результате давало такой красивый аромат. Вот элайн смесь проекта. И еще хочу сказать, что, да, бергамот это еще и мощный адаптоген. Мы продолжаем тему здесь уже через применение масел плюс асмана на выравнивание и устойчивый мощный иммунитет. Ну, внутренний потенциал это такое дело, тут, конечно, нужно еще и мышление менять, но я думаю, что через применение этого набора и, может быть, вы добавите в свою жизнь медитацию, что я очень-очень рекомендую всем, может быть, не всем подходит йога, но медитация, вы знаете, это такое дело, которое подходит любому человеку, и если мы проанализируем вашу жизнь, конкретно каждого из вас, я вам гарантирую, что я найду моменты, когда вы медитируете. Вы не называете это медитацией, но вы находитесь в состоянии медитации. В медитации внимание человека очень собрано, ум в медитации очень острый, бдительный, и когда человек медитирует и расширяет это состояние свое, то в жизни он становится тоже более точным, более, знаете, таким собранным, более наполненным, и вы знаете, что к таким людям мы с вами тянемся. Нас не тянет к людям истеричным, нас не тянет к людям рассеянным, нас тянет к людям цельным, наполненным, собранным, но при этом не перенапряженным. Да, есть разница, когда ты собран, знаете, как у Ивана Ефремова в книге «Лезвие бритвы» рекомендую перечитать или прочитать, если не было этой книги в вашей жизни, крутая книга, в которой описано состояние алертности. Состояние алертности это вот такая расслабленная собранность. И когда человек в этом состоянии живет и действует, все его, знаете, вот как острая секира, то есть все его действия очень точные, они очень в цель, и, соответственно, меньшее рассеивание жизненной энергии. Я предупреждал, что буду перебивать, и это первое вмешательство. Сейчас мы Алене дадим передохнуть. У йоги и медиума чем отличаются? Разум такой, что вот это состояние алертности, ее можно перебить, она может отвлечь на другой разрывитель, а вернется она потом ровно к той ноте и начнет с того такта, в котором она закончила, сейчас это вы проверите. На прайлайн говорили, что вот состояние такое, я тогда и два удержался, чтобы не перебить от смысленности и нахождение себя в жизни, и вот сейчас я вам этот ответ как пес-шарик нарисую. Юля, ты здесь, включись, пожалуйста, я вам привел очевидца этого события, которое получилось совершенно случайно. Я всегда говорю, что Макеавелли учил видеть знаки и рассматривать знаки, и вот сейчас Юля поделится, что произошло. Алену она не знает, Алену ее тоже не знает. Да, я у меня слышал. Да, мать троих детей оба, все трое мальчики, ей вот сейчас между секциями она успела забежать к нам на Zoom и ей обратно убегать, поэтому умолкаю, даю слово матери. Спасибо. Буду вкратце. Знакомство с набором началось у меня где-то примерно около года назад, когда Владимир приезжал в Москву и сделал у меня сканирование и Тоби. Тогда у меня было состояние абсолютно непонятное из себя, я не понимала, кто я вообще, что я, был какой-то такой очень глубокий период и мне выпало одно из основных масел, это было масло как раз-таки Анкор, якорь. Я его приобрела, но как-то не углубилась в эту тему, хотя было интересно, но, видимо, не дозрела. И вот буквально недавно меня застал опять тот же вопрос, спустя год дошла к определенному этапу, когда надо было все-таки уже серьезно понять вообще кто ты, что ты, как двигаться, куда двигаться, потому что есть какие-то, как Алена говорила, блоки, которые мешают нам и вроде бы хочется, а не можутся. И у меня мои ощущения просто привели к Владимиру, все-таки надо на них всегда полагаться, они никогда не обманывают. и мы таким образом по своему состоянию мне Владимир посоветовал все-таки уделить внимание этим маслам, этому набору. И вот здесь очень интересно началось глубокое взаимодействие, это прямо такой союз, и я подписываюсь из своего личного опыта под каждым словом, которое говорит Алена, о том, что это один из самых быстрых методов. У меня занял год искать себя, находить, проводить тяжелейшую работу, что-то там раскапывать, искать какие-то ответы на нескончаемые вопросы. Я не могу сказать, что это всегда было эффективно, и тот, когда появляются такие масла, они не заставляют тебя сходить с ума, они помогают поймать какую-то такую внутреннюю тишину и разворачивают к самому себе, вне зависимости от того, хочешь ты того или нет, задумываешься, умышленно это или непреднамеренно, они делают свое дело, и причем делают это достаточно глубоко, качественно и весьма эффективно. И вот буквально за короткий период времени состояние стресса, тревоги, беспокойства о том, как, куда, кто, что, зачем, оно просто рассеивается. И вот уже будучи состояние тишины, ты понимаешь, что твоя дорога начинает рисоваться каким-то вообще чудесным образом, может быть, ее сначала не совсем четливо, отчетливо и понятно видно, но в любом случае тропинка, за которой порой многие бегают вообще всю свою жизнь, она начинает прорисовываться. И это, я повторюсь, без каких-либо усилий. Вот, я говорю сейчас про два масла, это как вот про то, в принципе, что говорила Алена, но это уже чисто из действия, из опыта, это Анкор. Я вообще считаю, что Анкор должен, да как и в принципе всю эту коллекцию каждый должен о себе ощутить, потому что наши опоры, которые мы постоянно пытаемся искать извне, Анкор именно и дает ощутить внутренние точки опоры, которые каждому необходимы для того, чтобы чувствовать себя комфортно в мире, двигаться, достигать цели и идти вперед. А масло тайлайн, оно, конечно, уже раскрывает, оно расширяет, оно окрыляет и отсюда оно уже дает возможность собственно парить и творить. Вот так. Так хотела поделиться с вами таким опытом. Не поэт, но я скажу стихами. Сейчас я проясню вот этот вот женский поток сознания, мамин поток сознания. Когда ты мне написала? Я просто был в Томске там по своим делам и тут мне в WhatsApp приходит. Когда это было? Ой, ну несколько дней назад. Несколько дней на прошлой неделе. Да, да. Мы с тобой до этого как долго не общались? Ну, я думаю, вот как раз-таки где-то год вообще не поймал. Год не общались. Спустя год она меня случайно вспоминает вот не раньше, не позже, сейчас. Что ты мне написала? Ты меня про йога-набор спрашивала или про что-то другое? Нет, я написала, куда идти, куда податься, что делать, я так больше не могу. Вот представишь, ты приехал в Томск по делам, там своими делами занимаешься и тут тебе чужая жена, мать, трое детей пишет, куда идти, я дальше так не могу. Что я тебе сказал? Пользуешься йога-набором или что? В ответ. ты мне дал подробное видение, ты мне дал комплексный подход, включая два этих масла для того, чтобы вот сначала одно и потом второе и, собственно, уже с некоторыми другими техниками, практиками, инструментами, как успокоить свой пыл. То есть она в Москве, я в Томске, четыре часа разница, сто лет не виделись. Что с ней происходит, я понятия не имею, но удалось понять друг друга, уловить уровень мышления. Вопрос был не про йога-набор, про что делать. Я ей дал там три пункта, аффирмацию, потом пояснение и что читать. Ну и сказал, что так на ум, первое, что пришло, пользуйся анкором. Есть анкор? О, да, есть. Давай. Это вот было спонтанно, это было по наитию. Что дальше произошло? Это было ночью. Ну, по-моему, ночью, по ее времени вечером, там, между укладыванием в день еще чего-то, я полагаю. Я тебе каких-то дал кинков и потом утром проснулся, просил о чем-то. Что там было-то? Ой, я уже не помню точно. Да, там какие-то были эмоции женские, но смысл в том, что попали куда надо. И я буду дальше прорабатывать и пользоваться. Это было выходные. И потом у нас складывается йогонабор, вебинар Алена и вот это вот весь сюжет, который нас подвел почти логично. Они не знали друг друга, они не знали, что они будут друг за другом выступать. Алена подвела и лайм, и вот это. И тут выходит Юля, которая надо бежать теперь с сыновьями и рассказывает примерно практическое подтверждение того, чего мы сделали. Абсолютно верно, да. Фантастика. Я ничего это не разыгрывал, не придумывал, но это вот так сложилось. Это я еще сегодня за рулем ехал, полуха я слушал, пол пальца все это организовывал. За дорогой следя остальное и с Леной и Леви проводя эфир про марафон там элит-платина. Теперь вам, наверное, интересно, а может, неинтересно, что я ей написал. Ну, то есть, там четко три абзаца, вернее, едва ли не три строчки. Афирмация, потом пояснение и потом еще желательно опора, на что опираться, либо афоризм, либо отсылка на чтиво. Если тебе пора бежать, ну, надо как-то скрины показать эти, текстом сюда не отправишь, а скринами можно показать, чего это было. Я тогда сейчас опять передаю слово ведущей, мы на маню отпускаем, а сам сейчас эти пойду скрины сделаю и потом поедите покажем, да? Да, хорошо, спасибо. Не покажем. Ой, да все покажем, пусть люди знают, насколько это действенно, классно, и насколько ребята у нас, Владимир в наших руках, дерзайте, пользуйтесь, потому что это бесценно. Все, я всем придаю привет, пока-пока. Алена, ваш вопрос. Слушайте, ну, прекрасно, прекрасное свидетельство для меня, вот еще больше, еще плотнее, можно сказать, что так утверждаюсь я в том, что это работает и работает очень быстро, и я знала уже это про масла, и про йога-набор я краем уха слышала, и вот сейчас, когда это есть, я, конечно, буду ставить теперь уже свои какие-то, ну, не то чтобы эксперименты, но буду делать наблюдения за тем, как люди, которые практикуют йогу и которые не практикуют йогу, пользуются йога-набором, у кого какие будут результаты, я думаю, что там очень много будет у нас своих еще открытий. Элайн, это выравнивание, центрирование, открытие и уже переход вот к третьему маслу, оно как будто бы, знаете, вот настолько здесь четкая логика в этом наборе, я понимаю, что эти масла и по одному самодостаточны, а если ими пользоваться еще по тому умыслу, как они созданы, то, наверное, вот все-таки будет тот результат, который создателями композиции был, наверное, как-то запланирован. Я не знаю, насколько глубоко знающие люди, здесь и психология, и физиология, все, все, в общем, учтено. Ну, давайте тогда третье масло, третье смесь, она называется и переводится как улет или вдохновение или полет, и вот результатом пользования этой смеси как раз-таки будет первое это состояние легкости. Вот смотрите, когда человек практикует йогу, я вам говорила в самом начале, что самое главное это то состояние, которому приводит вас практика. если вы попадаете к мастеру, если вы попадаете к инструктору, который вообще понимает, что такое йога, то сто процентов в каком бы состоянии вы ни приходили, в результате правильно построенной практики у вас будет этот полет, вдохновение, легкость. Почему люди, которые практикуют йогу, они уже потом от нее отказаться не могут? Не могут отказаться, потому что это такой очень экологичный, разумный путь человека вот к такой вот, скажем так, красивой, насыщенной, радостной жизни. Это не просто какие-то там, знаете, я бросаюсь громкими словами, это мой опыт работы с людьми, это вот то, что я вижу каждый день на практике. Я вижу, как люди приходят ко мне в каком состоянии год назад и через год какие изменения у всех происходят. Невозможно при наличии такого инструмента не получить изменения. А если мы с вами добавляем туда еще и йога-набор, то у меня есть очень большие подозрения, такие очень классные подозрения, что я сейчас смогу людям помогать и к результатам таким они будут приходить еще быстрее. Потому что, вот смотрите, ум наш, ум человеческий устроен таким образом, что основная его задача, вот это вы просто чтобы понимали, потому что кто там говорит, нужно отказаться от ума, ум нам там мешает и так далее. Я вам сейчас в двух словах объясню эту концепцию. Задача ума сохранять безопасность и жизнь нашего тела. Это основная его задача. И для этого существует некая прошивка, рептильный мозг имеет свои настройки. Мы все стремимся к безопасности, мы все стремимся к продолжению рода, и мы все стремимся быть в компании единомышленников, в каком-то сообществе, где ты будешь оценен, где тебя будут уважать, где ты будешь расти, и все это будет идти вот в таком состоянии гармонии. Поэтому это базовая прошивка. Невозможно ум убрать, невозможно ум отключить. Отключить ум, это значит безумцем стать. Поэтому нужно просто понимать границу ума, и если он качественно выполняет свой функционал, да будьте ему благодарны, что у вас вот такой ум, понимаете. А дальше, когда мы начинаем двигаться к расширению восприятия, в какой-то момент ум со своими программами, страхами, какими-то ограничениями, он может действительно нас сковывать, ограничивать и становиться препятствием в этом. И тогда нам нужно либо через мышление это такой долгий путь, это знаете психотерапия, много лет медитации может быть и люди толкутся на одном месте, никак не могут прорваться. Так вот я подозреваю, что масло Эрайс, если его уместно использовать, уместно знать когда, то он конечно может ускорить вот этот процесс и тогда физическое соединиться с духовным, духовное соединиться гармонично с ментальным и вот оно все сложилось, вот он результат всех практик, духовных исканий, разных методик, разных религиозных направлений и так далее, вот оно все сложилось. Когда физическое сгармонизировалось с психическим и ум не мешает вам развиваться, ну все можно сказать, что это бинго, друзья, мы выиграли с вами, мы с вами нашли тот грань, ну у меня очень прям, знаете, у меня сейчас полна вот этого вдохновения, у меня, наверное, эта энергия, я вам сейчас немножко расскажу из чего, какой состав и почему оно так работает. Смеси дотеровские, они отличаются тем, что одно масло дополняет другое, следующее усиливает синергии работу предыдущих масел, и в результате это композиция, которая просто ну вот таким мощным обладает воздействием на тело. Смотрите, всем известный лимон грейпфрут, понятно, что это масло настроения, масло легкости, радости такой, лимон понюхал, у тебя вроде как и настроение быстренько поднимается, улучшается и грейпфрут. Дальше сибирская пихта со своим воздействием, и вот там есть один компонент, который для меня вообще загадка, это масло асмантуса, вечно зеленый кустарник, вот смотрите, вечно зеленые растения только по тому вот свойству, что, представляете, оно меняет листву незаметно для нас, но это происходит. Жизненный цикл у этих растений невероятно долгий, невероятно мощный, они очень устойчивы ко всему, и если мы пользуемся такими маслами, то естественным образом свойства этих масел мы будем с вами перенимать, они будут давать нам свою силу, и вот асмантус, вечно зеленый кустарник, он обладает, конечно, вот этим буквально открывающим свойством, когда вот эти все препятствия, какие-то ограничения, которые нас удерживают, которые делают из нас маленьких, которые сдавливают наше внутреннее пространство, которые подавляют нас вот этими страхами, вот это все можно освободиться, можно через йогу, можно через медитацию, а если туда добавить еще вот это масло, понимаете, быстрее, прямее, не заморочно, то есть вот это все вообще сейчас новое время, сейчас вообще новое время, и я когда веду практику, у меня обучаются студенты, мы много сейчас разбираем, что время поменялось сейчас, многие инструменты прошлого века, они уже не работают, поэтому психология мало работает, поэтому религия скоро вообще уйдет с небосклона и перестанут ограничивать людей вот этими всеми отжившими формами управления сознанием, это тоже отдельная тема, потому что если вы не принимаете этого, то состояние я-творец очень сложно в себе создать, состояние я-творец это состояние легкости, полета, состояние полного такого ресурса и понимания того, что ты можешь очень многое, а ты действительно очень многое можешь, поэтому основные качества этого масла еще раз легкость, вдохновение, наполненность, ресурсность и еще такое качество как чистота и сила внутренняя и вот представьте, если последовательно в практике, например, если это йога или цигун или еще чем вы там занимаетесь, понимая в какой момент практики какое масло уместно применять, конечно, я радуюсь сейчас за своих инструкторов, потому что у них появился мощный инструмент по помощи людям, а у всех остальных, кто не профессионалы и не практикует йогу, ну, считайте, что вам просто повезло, потому что вы получили то, что люди годами на ковриках достигают, и то не все до этого доходят, а вы получили это в руки просто так, просто вдыхая, нанося на себя, вы получили этот инструмент, поэтому, я не знаю, все могут вообще отдыхать, все коучи, настройки вашего восприятия могут идти уже на пенсию, потому что вы перестанете платить им деньги, если вы будете собраны, если вы будете понимать, что вы делаете, как вы это будете делать, и что у вас есть такой инструмент, и очень интересно, что воздействие этих масел, знаете, что у нас есть химия мозга, есть шишковидная железа, есть нейрогуморальная функция в организме, когда у нас определенные гормоны выделяются, и вот дофаминовая зависимость, когда люди пользуются активно какими-то стимуляторами, чтобы повысить себе настроение, чтобы радость жизни добавить, как правило, это все не экологичные стимуляторы, вы прекрасно знаете, что такое наркотические средства, что такое опиоиды, что такое разрушительная какая сила у этих веществ, многие люди, которые хотят освободиться от ограничений разных, они летают куда-то в страны, потребляют айаваску, еще что-то, и я понимаю, какой там запрос, там очень серьезный запрос, что есть какая-то неудовлетворенность и очень много препятствий в жизни, и люди думают, что через потребление каких-то химических веществ можно перейти вот эти препятствия и просто устранить, расширить свое восприятие и сознание расширить, но какой ценой есть случаи, прекрасно они известны, что разрушение личности происходит, можно и физически очень серьезно пострадать, много разных практик есть, типа холотропного дыхания, еще чего-то, когда идет разрушение физики за счет того, что ты якобы хочешь какие-то умозрительные получить подарки, дары от этой вселенной. Так вот, набор этих масел, йога-набор, который сейчас вышел на русский рынок, спасибо, и ура, я думаю, что это будет хорошая, качественная, действительно сильная альтернатива всем вот этим разрушительным вещам, и мы с вами счастливчики по сути, по сути, мы счастливчики, поэтому я сама сейчас в первую очередь вот прям вот заказываю для своих всех практикующих, для естественных инструктора моих все, все, кто с йогой связаны, для них это будет просто добавление в практику и облегчение вообще передачи людям и знания йоги и вот эти все изменения, которые реально с людьми происходят, сейчас они могут происходить гораздо быстрее вот с этим набором. Если у вас есть какие-то сейчас ко мне вопросы или Володя возвращается, я, в общем-то, быстро пробежалась, я хотела очень успеть все это вам дать, про физиологию медитации могу много говорить, что там с мозгом происходит, но это на медитации, это как-то надо отдельно. Я возвращаюсь, как Мэри Поппинс или как Карл Камберс, и я буду по бумажке читать, ибо уже 12 ночи, не хочу память напрягать. Ну вот, спасибо, представляете, это человек, который еще набором не пользовался, как она ему преподнесла. Я ей звоню, Алена, ты что, йога-набор-то как у тебя? Хочу. Не пробовал? Нет, ну вот у тебя есть возможность о нем рассказать, а потом попробовать. А женская психика же, она как устроена? Безопасность, прежде всего, и комфорт. Как я могу рассказывать о том, что он не пробовал? У нее даже мысли такое не возникло. Ладно, пишет потрясающий рассказ, знали бы вы Жанну и насколько это такой суровый критик, вы бы поняли, что в этих двух КАХ КВПМ, наверное, или пожалуй. И так, что я хочу сказать, у меня подход несколько другой, я как с лидерской точки зрения, сейчас разные тесты у нас есть, привитки, есть такое понятие, как мультипликатор, я писал диплом на эту тему по лесным ресурсам Красноярского края, что почему леса много, а денег нет, и все нищие в 90-х годах, потому что вывозится мультипликатор, то есть приезжает рабочая сила из-за границы, вырубает лес, деньги увозит за границу, матерям там, с семьям отправляет на родине, здесь в Красноярске ничего не остается, вот население коренной нищие. Вот сейчас мультипликатор вывозится намного меньше, а то и не вывозится, весь туризм сосредоточен куда? на наши внутренние моря, я даже на Баренцево съездил, не вывозится, поэтому вот этому всему дофаминовому вознаграждению, рептильному воду мы теперь добавляем к коммерческому составляющему, ибо индустрия йоги в мире, вы можете посмотреть по соцсетям или просто по объявлениям, ну, нефтяной индустрии возможно и выступает по оборотам, но не по массовости, на йоге зарабатывает очень много на том, что делают людей счастливыми, здоровыми, гибкими, подвижными, восстанавливают им биологический возраст или еще что, возможности утрачены, так вот, посчитайте, сколько у нас внутренних телелетов или детов, посчитайте всех своих знакомых, кто светал на море, отдохнуть на море, и деньги, которые они потратят на лишнюю бутылку и на лишнюю шашлычок, то есть каждая семья, каждая личность должна улететь вашими руками в отпуск и на море с коробочкой йога-набора, и интернет должен скипеть от фотографий йога-набора на всех пляжах, будь то где-нибудь озерко, высокогорный водоем или эмеретинка, с которой я фотку вам скинул. Юля нам преподнесла, я сразу не сказал, чтобы вы, ну, не портить вам первое впечатление, вернее, не навязывать вам свое впечатление, а чтобы у вас сформировалось свое. Юля нам преподнесла концепцию женского счастья через призму йога-набора, то есть это вот мать трех детей, которая в принципе как человек состоялась, ей можно позавидовать, в одном браке трое детей живут в Москве, все хорошо, все по секциям пристроено, а кто я такая, как табурашка. И вот сейчас я покажу эти скрины, которые я им отправил, то есть концепция обретения себя, когда ты свои биологические функции уже выполнила, полувуз закончила, замуж вышла вовремя, детишек родила, что дальше? Плюс вот этот специфика разума, о которой Алена говорила, что он накопил определенный опыт, и нового ничего ей не позволяет, то есть он ее водит одними и теми же тропами, одними и теми же сценариями за 30 лет, в пределах 30-35 лет, а Юля у нас девочка еще молодая, накопленный жизненный опыт у тебя складывается в сценарии одни и те же, то есть ты переключаешься после 30 на автопилот, и остальную жизнь так доживаешь, если не поведет, если повезет, то ты вот ловишь это просветление, и 40-то только начинается, как мне старики говорили, когда мне было 39, и я с ужасом терял на свой завтрашний день. Подглядываю в шпаргалку. Алене я предлагаю отплатить той же монетой, если есть возможность, она с вами поделилась. Вот если она сейчас даст какое-то задание, например, и те, кто захочет его выполнить и спотаться, отметить ее в сторисах, беззаимности не останутся. Мы им чего-нибудь подарим, и они что-нибудь получат. Она, судя по улыбке, уже начинает соображать, что они могут от нее получить. Давайте так, давайте сделаем сторис с йога-набором, или, может быть, просто про него расскажите что-то, укажите мой аккаунт в Инстаграме, который Axe Real Life. Девочки, я видела, спасибо, они, по-моему, Галя выкладывала мой аккаунт в чате. Кто выложит сторис, хотя бы пару слов, или с фотографии йога-набора, и, может быть, там, может, вживую что-то расскажете людям, просто о нем расскажите. И укажите мой аккаунт, вышлю каждому гайд по, есть у меня такой гайд, очень хороший, понятный, по движениям в бытовой жизни, в обычной жизни, которые разрушают физическое тело человека. это часть нашего йога-знания, то есть мы стремимся к разумному пользованию телом, и вот я вам покажу в этом гайде там буквально несколько очень важных аспектов, изучив которые вы уже уменьшите и боль в теле, ну и, может быть, какое-то разрушение. Вот это будет вам подарком. Давайте так сделаем. Материальное, как сам йога-набор. Вроде он пахнет, а где йога-то? А вот ее надо из себя извлекать. Так и здесь. Этот промо я хотел, если честно, устроить на свою команду и думал, что устроить на свою, но вот лидеры и во главе с Леной Леви предложили расширить его на всех. Поэтому сейчас вы слушаете то, что мы должны были сделать таким закрытым между собой и тиком. Остальные наши интимные подробности я тогда уже внутри команды расскажу. Еще раз, повторение мать-учения, поэтому сейчас я рот закрою, Алена еще раз повторит и ясно сформулирует задание, чтобы поняли все, даже те, кто прослопал. Делайте сторис, рассказывайте о йога-наборе, можете просто фотографию, естественно, что люди придут к вам узнать, а в сторис указывайте мой аккаунт, я это увижу и каждому из вас пришлю вот этот гайд. Ну, то есть это халявное задание, я бы сказал, на сленге, завязываться в делок не надо. Не надо, не надо. Мы лучше что-нибудь другое, мы придумаем, мы придумаем, мы придумаем еще что-нибудь интересное. Пишут потрясающий эфир, очень вам благодарны. Если вы сформулируете, в чем он потрясающий, и напишите в сторисах, конкретно по пунктам А, Б, вы другим тоже поможете. Поехали дальше. Сутки, сутки на выполнение задачи. Это полезный навод. Когда его представляли в каком году? Пожалуй, в 17-м или в 18-м. В 18-м его представляли в Британии, в Лондоне, и мне привезли в 18-м году в мае его сюда, в Красноярск, никто его не имел, и я с этим набором улетел в сплощи, в Адлер. Нам это сделали довольно эффектно. Создатель, чтобы вы знали, Элена Брауэр, инструктор йоги в США в топе 50-ти всех йогов. Вот Наталья, надо в сторисах это и расписать. В топе 50-ти всех йогов в Северной Америке. Конструировала все эти ароматы. Да, это был 17-й год, и в конце уже 17-го года, в последнем квартале, то есть его в октябре вывели 17-го года, а в последнем квартале он вошел в топ, сколько-то новинок, в какой-то топ новинок, The Yoga Journal. Это как бы, как вот про деньги есть The Wall Street Journal, у них там есть The Yoga Journal, и он вошел в топ новинок 17-го года, порвался, потому что это был под занавес года, и он только появился, его еще раз пробовать-то не успели. Я помню, мы летели с детьми в Орленок, и я сидел в самолете, со мной села симпатичная девушка, я думаю, пять часов, сейчас все мое, а там какой-то оказался индус или канадец, и она все внимание полрейса на него уделяла, я остался за бортом, потом я достал масло, попользовался, индус был забыт, и все внимание досталось мне, она говорит, я из Штатов, лечу домой тут повидаться, у нас в каждой йога-студии масла, вот прям в каждой, везде все, и до ТР, мы все знаем, мы прямо все, в каждой йога-студии масла-масла, для нас это тогда было недостижимое будущее, недостигаемое четыре года назад, теперь вот перед вами представитель одной из крупнейших йога-студий, которая вам так самозабвенно час разжевывала, что такое йога на борту, так вот, в Лондоне его представляли, как мне рассказали, такой, на конвенции европейской, в форме медитации, в формате медитации на всю конвенцию, то есть на пять тысяч человек вышла Елена, которая из Штатов прилетела, и эффектно укнула там медитацию, так что зацепила этой медитации всех, даже настолько далеких от этой медитации, как я, допустим, от балета, который он не понимает, как и не силится. Это было изящно, красиво, и это было со вкусом, как умеет Дотера. Ну, я продолжаю, ну, то есть, женщину подошел, поцеловал сначала в шейку, а потом, как поручит там в анекдоте, из нее еще и денег выкрикнул. Я продолжаю вот этот сценарий, сейчас подъезжаю дальше в ведущие вебинары и говорю, а вот у нас 23 сентября, можно объявить днем йога-набора в России. И каждое 23 сентября, ну, йога – это что-то такое светлое и доброе, устраивать себе челлендж добрых дел и челлендж добрых дел. Давай 23 августа. Августа. Каждое 23 августа можно устраивать себе челлендж чего-то такого просветленного и об этом потом отчитываться, чтобы другие это с тебя считывали. То есть 23.08.22 мы ждем всплеска вот такой активности. Это все на вашей совести, никто не контролирует, кроме вашего внутреннего контролера. Но я предлагаю определить какую-то ближайшую дату. У нас медовый спас уже прошел, яблочный прошел, какой-нибудь там спас или 1 сентября или 32 мая. И мы устроим такую же коллективную оргию, но онлайн, чтобы вас никуда не собирать, ни в какой Лондон. Какую-то коллективную не йогу, а медитацию. То есть мы телом не будем заниматься, мы будем заниматься вот этой частью нашей. Ее Алена проведет. Я предлагаю хорошую дату. Давайте, ладно. Какой-то привилегии. Подождите, не перебивайте. Надо первое найти повод, найти какую-то привилегию, кто участвует в этом всем. Наверное, тот, кто покажет своему спонсору или это чей у нас Zoom? Ну, Zoom наш, но организатору Zoom и его, да, Лене или Свете Лапшудной пришлет на кладную за эти сутки. 23-24 августа накладу на йога-набор минимум один. Тот участвует вот в этой оргии и сейчас вам объявят, что это будет. Я не знаю, я просто... Хорошо, хорошо, я принимаю. Она будет королева, это королева балла перед вами, как Маргарита, а я просто рядом такой котик, не может. Давайте. давайте еще раз тогда сформулируем 29 августа, правильно? Не, день йога-набора в России мы негласно объявляем 23 августа. Будет он на следующий год поддержан или не будет, это на твоей совести. Ты мне можешь прислать фотку в какой-нибудь узелок завязанную, и я пойму, что ты поддержала. Сейчас 23-го нету набора ни у кого, но по факту накладной 23-го, потому что у меня уже 24-й наступило в красняшке, 23-24 августа накладной на йога-набор как минимум один, а лучше два набора, потому что поделись улыбкой своей, как енотик пел, те, кто ее предоставляет кому-то, контролеру какому-то, ни мне, меня не надо нагружать, пожалуйста, те получают некую привилегию от Алены, а я тут просто рядом стоял. Хорошо, я объявляю. Я объявляю теперь привилегию. 29-го числа, это энергетически очень мощный день, это день такой аккумуляции силы, намерений и вообще прорыва, мы уже посмотрели, я уже попросила тут по числам ближайшим, что интересного будет. 29-е августа, такой день реализации всех намерений, я проведу такую, скажем, вот открытую большую медитацию на аудиторию всех, кто выполнит это условие, они получат привилегии участия. 29-го в 11-е по Москве, остальное время уже по городам подтянем, будет вот такая медитация, медитация с мощным внутренним посылом и больше ничего не скажу, но вот этого уже, мне кажется, достаточно, будет очень-очень круто. Давайте сделаем так, мы будем ее проводить тоже в зуме, в зуме, может быть тогда, чтобы вам с Володей была польза от ваших добрых дел, что будет вполне справедливо и под оконом вселенной. Пусть люди просто сделают на фотографию селфи с таким набором и у себя поставят на страничке в Инстаграм, мы буквально там постараемся как можно быстрее может быть сделать какую-то рассылку с этим вебинаром, отметят там вас, Алену, потом Володю, ну и пусть будет меня уже заодно, и за то, что они это отмечают, они имеют право получить приглашение на этот зум, то есть это технически осуществимо, если мы посчитаем все эти сторисы и отправим ссылку на зум тем, кто нас отметит, то есть я тогда могу попросить Галю, это говорит ведущая курса Инстаграма, значит это можно, да. Да, то есть мы тогда делаем так, мы делаем следующее, отметить, почему меня отмечают, не потому что мне очень сильно хочется, хотя мне приятно отмечали, но потому что Рома Бизнесмаму мы отмечаем, и у меня галочка, тогда я ее попрошу, она всех посчитает и всем сбросит, сделаем какую-то группу, может быть, временную ватсап, или просто сбросим всем ссылку на вот проведение этого мероприятия, хорошо? Договорились? То есть вот так вот устраивает Володя, Алена? Да, как вы считаете? Да, я думаю, что правильно. Я как Йог, у меня вообще все устраивает. Хорошо, все, договорились, мы всем, вот во все наши ватсап-группы, кто все получил сегодня приглашение на этот вебинар, поставим вам, скажем, такое сообщение, где будет отметка всех трех наших аккаунтов, чтобы вам сейчас не мучиться, не записывать, потому что Володю тоже надо отметить, Володя, Алена, я, я попрошу Галю, она посчитает всех, кто отметит меня, ну как бы желательно, конечно, чтобы при этом и Володя, и Алена были отмечены, это будет честно, вот, и после этого мы всем, кто вот сделает эту отметку, отправим приглашение на тот самый вебинар 29 числа, в котором число он будет тоже в день вечера или в другое время, когда его нужно делать? Это давайте, я предлагаю технические детали обсудить, обсудить за кадром, чтобы сейчас не перегружать Zoom, потому что я еще не договорил, у меня еще на языке вот технические детали вы оба одобряете, да, то есть мы сделаем оповещение с записью этого вебинара, я все одобряю, все, договорились, давай, пока, да, запись будет, будет у меня, сейчас я покажу, а ты ее на страничке в Инстаграм, ты ее закачай к себе в Инстаграм, я куда-нибудь закачаю, утро вечера мудренее, сейчас я уже не хочу. если ты хочешь, 29-го осталось мало времени, нам надо, чтобы люди успели еще приобрести набор, сфотографироваться и отметить вас с Аленой, понимаешь, поэтому мне желательно, чтобы ты нам прислал ссылку, когда этот вебинар, мы тебе, он как только сформируется, ссылку пришлем, ты его себе скачаешь, вот, и нам ссылку уже на скаченный этот Инстаграм пришлешься. Я вот пришлют и выложу сейчас, если пришлете позже, пришлю утром, по Красноярску, по вашему будет ночь. Повод мы нашли, это прям славно, согласие мы достигли, это тоже славно, осталось вам мозги настроить, потому что это будет не тусовка, а это будет какое-то прям такое действие, которое касается заинтересованных, заинтересованных вот в этом расширении, не в телесном, имейте ввиду. У меня сняли, конечно, с языка прямо, сорвали, это я хотел сказать. Сейчас практикуется такое, ну вот, не обучение, а привлечение к состоянию потока. Потоковое состояние считается состоянием пиковой производительности, физической и нентальной, то есть умственной, психической, это разные вещи. Оно наступает, когда ты как бы способен считывать, получать озарение, то есть головой находиться высоко в облаках, не на уровне мышления, ревность, зависть там или выживание, а на уровне мышления повыше. При этом ногами от земли не отрываясь, то есть в аутизм не уходя. А для состояния такого, чтобы разбалансировки не наступало, там, контроверная сила голову вверх не уносила, либо ногами тебя не приземляло к земле до опошливания всего и вся, и до черно-белого мышления примитивного, плохо, хорошо, дурак, умный, то тебе нужен центр тяжести. И вот концепция йога-набора укладывается в концепцию потокового состояния при желании, прям как вот ножик в ножны, как говорит мой один бывший афганец, бывших не бывает, что энкор это заземление, то есть ты не отрываешься, ты научаешься монетизировать где-то состояние, например, райс, это способность считывать какие-то озарения и состояние высшее, не просто примитивное, и лайн, это равновесие между ними, удерживать, не улетать ни вверх в аутизм, ни вниз в опорчивание. Я даже сегодня, пока этот зум у меня в голове рождался, затеял себе чат для команды с названием «Одохновение». Мы туда будем собирать источники вдохновения и потом их развивать. Я что-то забыл сегодня об этом на планерке сказать, надо, чтобы я об этом завтра упомянул. То есть, что мы понимаем, что здесь мы не просто медитируем, а мы делаем бизнес, и здесь есть спонсоры, здесь есть просто люди, которые считают себя потребителем, есть лидеры, и каждый выносит из этого зума для себя ту концепцию, на которой он в прямом смысле от меня получает задание «Августовские объемы почнуть от тех, о которых он подумать боялся, и стабильно сделать, вывести этот набор в элемент поддержки LRP программы своей команды, будь то или с тремя тысячами, или кто повыше объемами и по нагружению незадачи». Это я сказал, это сказал, это я сказал, эмоциональный набор употребляет. Напомню, сколько очков в этом наборе? Ну, если я верно в голове удержал, у меня уже первый час ночи 55 очков и 4 800 рубля. Два набора это 110 очков, плюс на 15 очков еще чего-нибудь, и у тебя подарок месяца. Не, но сейчас уже конец месяца. Ну, а мы-то мыслим вперед, наперед. Мы же людям дали задание 29-го приобрести. А в густовске накладные мы проговорили, мы проводим мероприятие 29-го, ловим озарение, и 1-го этого сентября мы понимаем, что нам надо, будь то йога-набор или не йога-набор. Теперь эмоциональный набор. Сегодня ночью я из Кузбасса с одного такого живописного провел эфир. Кто его видел, молодец, кто не видел, у меня в ГТВ лежит касаемо эмоционального набора. Это вот косичка такая получается увесистая ниже пояса длины, когда есть два набора эмоциональный йога-набор, которые оба лимбические, оба внутренне пьются, и обоими решаются те или иные духовные задачи, о которых ты до появления этих наборов даже не подозревал. То есть это расширение твоего сознания и расширение границ мышления. Вы сейчас все трудно аплодировали Райзу, как он расширяет. Вот, видите, идите и расширяйтесь. Я прям сейчас благословляю. Сейчас я попробую включить демонстрацию экрана. У нас тут слайдов. Так, а это перед их неправильно листается. секунду. А, два слайда всего. Пробую включать демонстрацию экрана. Вы мне пишите, показывает или не показывает. Вот это я сегодня делал айтове даме с отрясением мозга. На втором месте и райс. Почему объяснять или сами догонимся? Так, у меня слышно? А, понял, микрофона ни у кого нет. Райс, у нее тревожность. Она, я когда пришел, она постоянно скачет мыслями и видит какой-то выход. Тревожность это состояние, когда ты не восстанавливаешься. Райс это мощная дыхательная гимнастика, которая тебя еще расслабляет, переводя тебя из состояния тревожности в состояние расслабленности, чтобы мозги начали приходить в порядок. Трихнутые. Дальше, вот Юля, ее разрешение и наша интимная с Юлей переписка. На часах 23.41 это не текущее время, это 23.41 20 августа. Вот было 20, сегодня 23. Да? довольно быстро у дамы случился приход. 2.09 Так, а почему 2.09? в общем, я запутался, во времени ватсап может не то показывать. Ну вот, она мне написала, я ей не задумываясь прислал вот это. Это конкретно аффирмация конкору, состояние и книга, которую к нему можно прочитать. Давай, вам автор. Можно сейчас там разрешаю заскринить интимную переписку и второй слайд тут нету чтива, тут просто вот сохранять, что такое сохранять верность и отсылка на смс Шекспира. Ну, кому интересно, можно все произведение Шекспира следом прочитать. И к Райзу третье. Вот третья реплика аффирмация Надя нечувствует единение с божественным началом состояния и Платин это последователь Платона, который там из его рассуждений вывел свой трактат о прекрасном он легко гублиться его тоже можно прочесть. Вроде все. Успели? Так, а мне ответить-то некому, возле тишина. Успели, я думаю. Успели. Лена успела, остальное если что, даст писать. Ну, я думаю, что на горло себе можно наступать уже сейчас 20 времени потратил на общественную. Володя, очень здорово. У тебя продуктивность бешеная, учитывая, что мы с тобой общались, ты все еще был в пути сегодня в 11 утра, по-моему, это у нас было, а сейчас уже полдевятого, то есть это просто полный рабочий день и ты все еще в своем офисе, да? на колесиках. На колесиках, да, у нас прям это, у меня дети назывались в свое время мама Тавр, вот бывает Кена Тавра, а вот ты у нас Вова Тавр получаешься. С твоим машиной. Да, это переведение с моторчиком. Повторяю, последний слайд по просьбам, по просьбам, это последний слайд. Ну, заряжай, заряжайте меня. Спасибо. И первый просит, Володь. Давай еще раз первый. Первый и последний. Хорошо. Значит, мы задания сформулируем и по всем чатам, куда посылали приглашение на вебинар, разошлем. Вот. Это до того, как Володя разместит запись у себя в Инстаграме или в Ютьюбе, чем ты там пользуешься. И уже потом мы эту запись разошлем всем в нашей рассылке интересная за неделю. Хорошо? Спасибо, Володя. Понимаете? Спасибо. Выхожу. До свидания. А, Минута на вопрос, минута полторы, где я сижу, жду традиционно и потом пошел. Задание про сторис. Повторяю по просьбе участников. Значит, вы делаете себе фотографию, свой собственный селфи с набором для йоги, потому что иначе вам нет смысла приходить на мероприятие 29 числа, потому что там будут работать именно с этим набором. То есть, ну, скажем так, если вы его купили раньше, то есть, вот считайте, что вам повезло. Да, если у вас его еще нету, значит, вот надо приобрести и сделать фотку, поставить в сторис, в свой, в инстаграме, отметить Володю Алябьева, Алену Акс и Елену Леви. Володю и Алену, потому что они проводили это занятие и будут проводить следующее. Меня, потому что мы будем считать всех, кто отметит. Чтобы Алену и Володю не грузить, мы посчитаем и всем, кто отметит, мы отправим ссылку на участие в вебинаре 29 числа, где Алена проведет такое занятие с практикой именно с помощью этих эфирных смесей. Вот, если еще непонятно, я могу повторить как-то более детально. Если непонятно, не хните что-нибудь мяты там или райза и все придет. Утром проснетесь и все придет. Пишут, что понятно. Ну, отлично. Значит, у нас есть как бы в запасе время, не так много, потому что понятно, что если кто-то сделает публикацию 28 поздно ночи, то мы там до 29 можем не успеть посчитать. То есть мы 28 числа, я думаю, всех пересчитаем. То есть у вас есть время приобрести, но в крайнем случае у соседа одолжительный набор. То есть вам в любом случае он понадобится во время практики. Без него как бы вообще незачем приходить. Ну, вот как раз две минуты из тех, что я там это отведено на вопрос. Ловка, закрой, выходи из комнаты, а пока ты тут сидишь, все на тебя смотрят, расходиться не хотят. Две минуты обещали, все, пока. Спокойной ночи. Целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok